Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале Альтернативная История, меня зовут Сергей и сегодня у нас снова Hearts of Iron 4 с новым экспериментальным выпуском на нашем канале, посвященном ядерному оружию. Итак, дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске я попробую подорвать мир Hearts of Iron 4, а точнее всю Европу. Это действительно было что-то с чем-то, мне пришлось там два дня буквально каждую провинцию. Вот смотрите друзья, чтобы не было потом вот разных претензий, вот когда вот такая указатель на ядерные бомбы, когда он мигает, это означает, что в каждой вот этой провинции будет наноситься ядерный удар. Если не верите, вот смотрите, вот здесь уже мы пропустили, вот здесь уже в эту провинцию как в Сан-Торре мы пропустили, но тут в других провинциях у нас практически, ну на 99% каждая провинция друзья, в Hearts of Iron 4, самые большие города мира Хойки 4 у нас будут наносены по них ядерное оружие. Я надеюсь, что вам данный видеоролик экспериментальный понравится. Друзья, для вас ничего не значит поставить лайк, если вам действительно видео это понравится. Давайте набираем под этим видео 50 лайков, сделаем популярным вот наш контент, потому что я два дня вот буквально каждую провинцию в Европе вот нажимал, чтобы, ну с помощью конечно же читов, чтобы заставить мир Хойки 4 подорваться, подорваться в Европе. Итак, друзья, играя за Германию, мы посмотрим, что это будет. Я дошел за Москвой, то есть Московская область. Если вы смотрите, еще у нас данные такие области будут наносятся ядерный удар, но уже далее я не шел. Вот так до Уральской гор, как мне кажется, да. До Уральской гор, включена Сталинград, всю вот эту всю Кавказ, весь Кавказ до Каспийского моря. И Украину, конечно же, Европу, Прибалтику, Балкану, ну буквально весь мир Харси Файрон 4, вот чтобы не было потом действительно претензий, вот когда мигает этот значок, это означает, что туда будет наноситься ядерный удар. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь еще раз, что вам видео понравится. Не забывайте ставить лайк и давайте набираем 50 видео, точнее 50 лайков под данным видео. С вами был Сергей, желаю вам всем приятного просмотра и начинаем наш экспериментальный выпуск в Харси Файрон 4 с наносением, взрыванием, точнее взрыванием всей Европы в мире Хойко 4. Ну что ж, вот так немножко приближим свой экран и давайте, пожалуй, начнем. Начинаем мы с 5 января 1535-36 года, 100% международной такой напряженности и давайте вот посмотрим, посмотрим, что действительно станет в нашем мире. Самый важный момент, если я нажму еще далее, то тогда вот у нас как раз будут наноситься ядерные удары по миру. Я, честно говоря, пробовал пару раз, на 100% не знаю, как это будет вообще производительность игры, как это повлияет на производительность игры, но действительно каждую провинцию я нанес по ней ядерный удар и все претензии, вот если там будут выписаны в комментариях, что не все, не вся, потому что это также есть. Это уже претензии до самых разработчиков игры, потому что они вот это не продемонстрировали в игре. Ну что ж, начинаем. Последний день, в 2 часа 6 января 1936 года наносится ядерный взрыв, ядерный удар атомным оружием по всех провинциях Европы в мире Харсов Айрон 4. Как вы видите, друзья, вся Европа буквально уничтожена ядерным взрывом, вот действительно, вот смотрите, издалека это не видно, вот это не видно, друзья, если так взять и отдалиться. Но если мы, вот смотрите, приближим свою камеру ближе, вот есть даже участки, которые не взяла камера в Харсов Айрон 4, но все Прибалканы, Украина, Россия, Советский Союз, это все было уничтожено ядерным взрывом, друзья. Это действительно уникальный вот такой видеоролик, посвященный на нашем канале. Вот смотрите, все, что было доступно в игре, мы реализировали. Мы реализировали, я нанес по каждой провинции ядерное оружие, но, как вы видите, не весь мир, и если мы отдалили, то это ничего, ничего у нас не произошло. Ну, вот как-то так, друзья, как-то так, вот мы попробовали уничтожить, сейчас посмотрим, какие же потери. Так как у нас было 30 дивизий, 243 тысячи солдат, германских солдат было уничтожено, это 243 тысячи потерь, и 3 миллиона, друзья, вот 3 миллиона потерь с союзников. То есть, играя за Германию, мы уничтожили 3 миллиона людей, это только военных людей по всей Европе. В общей сумме это, ну, где-то будет, будет около 4 миллиона военных солдат, вот так у нас выглядит мир, и, ну, думаю, здесь 30 или же там 100 миллионов потерь за гражданских лиц. Ну, что ж, друзья, вот данный экспериментальный выпуск, я надеюсь, что вам понравился, вот смотрите, вот так все выглядит в мире Хойхе-4. Все провинции укрепления 10 уровня, они были уничтожены, друзья, заводы, города уничтожены, жаль, жаль, что в мире Хойхе-4 это не продемонстрировано, вот действительно, не продемонстрировано графически, чтобы там отображало, чтобы ядерное оружие вот наносило какой-то сильный ущерб. Если вы знаете мод или же графическое дополнение, то скиньте меня, пожалуйста, в комментариях, смотрите, укрепление линии Мажино уничтожено. И у меня есть более грандиозная идея, если вы зацените ее, и если вы досмотрели до данного видеоролика, то я бы хотел подаровать весь мир в мире Хойхе-4. Но для этого мне нужна ваша помощь, а это нужно, чтобы вы поставили 50 лайков по данному видеоролику, и, может, нашли какой-то мод, который дает нам максимально реалистично вот это изображено ядерное оружие в Хойхе-4. На данный момент я всем говорю спасибо за просмотр, надеюсь, что действительно вам понравился мой труд, хотел бы еще раз напомнить, что я два дня буквально каждую провинцию после работы это все нажимал, и было действительно что-то с чем-то, потому что в самой Европе в мире Хойхе-4 есть где-то около 20 тысяч провинций, и это только по минимуму 20 тысяч провинций. Ну, не знаю, надеюсь, что вы зацените, и в комментариях поделитесь своими впечатлениями. Спасибо всем за внимание, с вами был Сергей, или же Альтернативный канал, до свидания всем, и всем пока.